Самой обсуждаемой темой на встрече главы городского округа Щелкова Андрея Булгакова с руководителями крупнейших предприятий и организаций стала массовая вакцинация от COVID-19. В компаниях, представители которых участвовали в совещании, в общей сложности работают более 7 тысяч человек, а всего в промышленности округа заняты 35 тысяч сотрудников. И очень важно обезопасить именно организованные коллективы. Руководители заинтересованы, чтобы работники реже брали больничные, чтобы производственный процесс не прерывался. Организовать прививочную кампанию прямо на работе – это удобно и эффективно. Выездная вакцинация стартовала в Щелкове 1 февраля. Мы закупили оборудование перевозное, холодильные небольшие камеры, для того, чтобы делать выездную вакцинацию. Мы это сделали исключительно, чтобы отработать крупные предприятия. В первую очередь. И потом уже службы МЧС, Водоканала, ресурсные компании, они уже все почти провакцинированы. Щелковский бизнес постепенно включается в процесс. Медики уже посетили предприятие Валента Фарм, Щелково Аграхим, стильные кухни, шелкоткатскую фабрику. 170 сотрудников за несколько дней намерены привить в компании «Газпром Космические системы», телекоммуникационный центр которой находится в Щелкове. Кстати, многие руководители уже сделали прививку от коронавируса. А что, как не личный положительный пример, лучше всего влияет на сомневающихся, которых, надо признаться, пока хватает. Без проблем прошли вакцинацию глава округа Андрей Булгаков и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Прошло первое, второе, вообще без каких-либо проблем. Мои пять коллег депутатов областной думы тоже сделали вместе с председателем. Никаких. Абсолютно у меня вся семья привилась, теперь уже позже, до Нового года все помощники и так далее. Никаких осложнений, кроме небольшой температуры, а как специалисты говорят, вот это, в принципе, обязательно нужно, потому что сразу вырабатываются антитела, когда есть реакция. Руководители попросили высказать авторитетное мнение коллегу-специалиста, руководителя крупнейшей фармацевтической компании «Валентафарм» Владимира Альтергота. В любом случае возможные последствия вакцинации, они меньше, чем возможные последствия болезни, особенно если человек находится в группе риска. Да, там, побочка будет-не будет, непонятно вот этой прививке, да, значит, а вот болезнь, это прям катастрофа. Так что вот вкратце, если кто-то еще сомневался. Все мы соскучились по нормальной жизни, но вернуться к ней сможем после формирования популяционного иммунитета. Для чего к лету от коронавируса должны привиться не менее 60% населения, подвел итог обсуждения темы Андрей Булгаков. Препарата «Спутник Ви» поступает достаточно, работает пять пунктов вакцинации, а специалисты Щелковской областной больницы всегда готовы выехать в коллективы. Глава также предложил обсудить вопрос создания новой организации, объединяющей крупнейших налогоплательщиков. Совет директоров, по его мнению, должен быть действенным и инициативным, и встречи, подобные этой, надо проводить чаще. Чтобы муниципальные власти и бизнес совместно определяли вектор экономического развития городского округа. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.